Добрый вечер, уважаемые земляки! Давайте коротко расскажу об итогах сегодняшнего дня и уходящей недели. Вот уже 102 дня Криворог вместе со всей страной борется с вражеской агрессией и работает на победу. Ситуация на нашем Криворогском направлении сохраняется напряженной, но стабильной и полностью контролируется вооруженными силами Украины. Наши военные проявляют настоящее мужество и героизм, ведут не только успешную оборону, но и проводят эффективные боевые действия наступательной операции на южном от нас направлении. В частности, по официальной информации оперативного командования Пивдень и Министерства обороны Украины, в среду в районе села Добрянка, это еще Херсонская область, но близко к границе Криворогского района, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений, но получила мощный отпор наших частей и вынуждена была ретироваться на исходные позиции. Также враг пытался провести штурмовые действия в районе села Лозовое в Велико-Александровском районе, но также безуспешно. По данным Министерства обороны тоже, сегодня оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Крыныся, но после огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции. Благодаря умелым действиям ВСУ враг несет значительные потери в живой силе и технике. Боевой дух наших частей очень высокий. В свою очередь орки сильно деморализованы и все больше вынуждены думать об обороне. Даже срывают, на этой неделе было несколько таких фактов, плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления. Взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова-Брода и Велико-Александровки. Также проводят минирование побережья речки Ингулец. Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг всю неделю продолжал подлые обстрелы по всей линии соприкосновения. Обстрелы ведутся из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков, минометов. Применяются варварские, запрещенные Женевской конвенцией, кассетные и фосфорные боеприпасы. Фиксируется и применение боевой авиации. Сегодня подверглась обстрелу Зеленодольская община Криворожского района. В Большой Костромке и Малой Костромке разрушены два частных дома, еще шесть повреждены. В Большой Костромке попали и в библиотеку. Люди не пострадали, слава богу. Ударили и по приграничным территориям Широковской громады. Как мы видим, оккупанты продолжают тактику выжженной земли и не останавливаются ни перед чем. Бьют под церквям, на этой неделе был такой факт, детским садикам, библиотекам, жилым домам. В течение недели ранения получили несколько мирных жителей, в том числе женщины и дети. Причем самому маленькому ребенку, он получил ранение в пятницу при обстреле Маринского, было всего пять лет. Этому точно не может быть никогда прощения. Наши героические саперы и спасатели продолжают разминирование территорий. С начала войны обезврежено уже более двух тысяч кассетных и других боеприпасов. Продолжаем помогать общинам в прифронтовой зоне и с восстановлением инфраструктуры, которую разрушают оккупанты. Спасибо электрикам, газовщикам, экскаваторщикам, всем коммунальникам, кто фактически работает на линии фронта. Пример такой работы, когда поле обстрела было Марьинское, и вот после обстрела в четверг, меньше чем за сутки, была восстановлена подача и газа, и электроэнергии. Ситуация в Кривом Роге и районе стабильная, полностью контролируется ВСУ и военной администрацией города. Обеспечена стабильная работа всей критически важной инфраструктуры, всех городских и экстренных служб. Продолжается пополнение стратегических резервов города по продуктам и медикаментам. Тут ситуация также полностью стабильная. Все органы власти продолжают выполнение своих обязанностей. Продолжается усиленное патрулирование города. В очень трудных условиях, но работают крупные промышленные предприятия, работает малый и средний бизнес. Это зарплаты людей, это налоги, что также очень важно. С начала войны в Кривом Роге, что интересно, создано уже 96 новых субъектов хозяйственной деятельности. Из них 60 – это ФОПы. Продолжаем укреплять нашу оборону. Работа не останавливается ни на один день и ведется на всех направлениях, как более, так и менее опасных. В течение нескольких дней вместе с военными мы работали непосредственно на передовой, на местах, где строятся укрепления. Общая оценка построенных укреплений нашего города высокая. Продолжаем обеспечивать военных необходимой техникой, стройматериалами и инструментами. Также продолжаем серьезно помогать нашим частям в обеспечении средствами защиты, связи, автотехникой и многим другим. На неделе много успехов было в спорте и творчестве, которые добились криворожские ребята, я о них рассказывал. И вот еще одна такая мировая, мирная победа. Воспитанник нашей Дисуша номер 10 Тимофей Гоманов завоевал первое место на чемпионате по Тхэквондо в Италии. Поздравляю Тимофея, его тренера Светлану Русич и, конечно, родителей спортсмена. По-прежнему сохраняем выдержку, спокойствие, обязательно соблюдаем все правила и требования военного положения. Верим в наши вооруженные силы и нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.